Кто принёс карандаши? Я! Значит, надо восстановить это. Вот ещё карандаши. Может, мне? Нет, давай попросить. Я не знаю. Давайте попробуем найти тихое место. Сейчас попробуем это сделать экспериментальным способом. Остановка будет взятая с филетом мамонта. А, господа, мы находимся в музее Московского университета. Этому музею, да, Ломоносово, но этот музей ведёт зоологический музей. С 18 века, 1731 год. Это личный показатель. Но всё-таки, это, значит, 18 век, когда он старейший вообще музей нашей страны. По качеству этот музей второй в нашей стране излучшен. Первый, ну или по-равностям, это Санкт-Петербургский музей, он очень хороший. В Москве это самое хорошее. Вот здание само построено ровно сто лет назад. Давайте возьмём, перевернем его. Какие? И, конечно, сейчас будем говорить о вам. Как вы с вами устроены? У нас позвоночник находится там же, куда я еду. Вот здесь. Это голова. Брисуем. Шарик брисуем. Допоминаю, что вот так называемые глаза, это не такие миндалитные красивые, с ресничками. Это яма, в которую ставлен шаром. Мы же про скелет говорим, поэтому шар вынимаем, а потом кто куда. Это у нас позвонок. Дальше идут позвоночный стул, это спина. Где он кончается? Он кончается там, где у обезьяны хвост, а некоторые мамы помнят этот хвост. И когда человек рождается, они только мы не поинтитировали. Бедны хвостики. Наш позвоночник, это последний позвонок. Растой. Боблы, это ноги. Начало ноги. А ноги собираются. Боже мой, что-то такой же популярный мусор. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот это, смотрите, на позвоночнике сверху, ребра, пробуем. Они защищают сердце. И вот сюда вставляются ноги. Вставляется нога. Нога у человека. Раз, два. Мы себя проверяем, проверяем на себя. А дальше идут пальцы, да? Она как? Пальцы, пяточки, они из-за рук. Поэтому, когда рисуешь, пятка очень важна. Я очень надеюсь, что они не скелет. Глупые эти скелеты. В пальце по три косточки. Как вы думаете, в большом пальце сколько косточек? Раз, два, три. А в большом? Раз, два, и три. Тоже три. Она только там, внутри. Подписываем. Нет, я кисло. Мой скелет. Ну, я свой рисовал. Я все кости не рисую, но так более-менее. Вот, я похож. Вроде, что не забыл. Вот здесь вот нету костей. Эти кости растут, постепенно откладятся. В языке нет костей. У нас язык, как кобот у слонов. Господа, первый экспонат, который у нас присутствует, это 100 лет назад самый большой шерстистый мамонт. Самый большой, только шерстистый. Потому что есть более древние мамонты, они еще больше. А это на территории нашей страны, в Якутии, 100 лет назад были найдены мамонты. Вот именно этого вида. Мы трогаем очень сильно. Открываем. Закрой скелет. И нарисовать позвоночник, который у нас присутствует. Снизу домик. Увидели позвоночник? Более. Шея. Шея это такая же часть, только на ней ничего нет. А дальше идут ребра. Они нужны, чтобы здесь... Сейчас я засунул руку там, где у него было сердце, легкие. 43 тысячи лет назад. Я бы не смог так сделать сам. А это подождет. Подождет. Нет. Я бы позвоночник. Вот эта кошечка, у нас она тоже есть. Попробуйте. Что мы должны запомнить? Скинет? Похож. Похож на нас. И что характерно, ноги, руки гнутся так же, как у нас. Услышали? Да. Проверили? Мы видим, что здесь система коридоров. А мы спорами. Давайте. Господа, проходят. Кто со мной? Мирши. Вот сюда. Здесь миллион всего. Если мы будем отвлекаться, мы на самом деле ничего не умеем. Мы сейчас рисовали мамонта. Перед нами скинет слона. Слон, да, это не мамонт, но все-таки это продолжение. Революция. Здесь есть этот слон, я его не рисовал. Слон, он должен. Сюда. Слон. Чтобы вам было хорошо видно слона. Реально. Подойдите сюда. Вы загораживаете. Вот, надо сесть. Вот. Садиться, я хочу. Памя ложить. Нарисовали слона. Здесь давайте нарисуем ему рот. Ну, это у нас такой получился, у меня жизнерадостный слой. Динозавры все были пернатые. Нашли отпечаток, там все в перьях оказывается. Вот здесь вот глазница, под которой косточка, которая идет вот сюда вот. У нас она тоже есть, потрогайте. Можно до вас дотронуться? Вот видите, под глазами. Вот здесь, вот эта косточка. Посмотрите в нее, где? Вот, вот это вот. Вот это? Да. Вот, вот. Вот, она тоже идет вот сюда сбоку, потрогайте. Чувствуешь? Да, да. Так, это змея? Это варан, ящериц. Аллигатор. Граждане. Граждане. Именно это не змея. Это аллигатор. Дальше, дальше. А вот змея. Вот. Нет. Могу это, стоп, не читайте. Смотрите только на скелет. Давайте подумаем, что это. Это тенистер. Ага, не читайте. Это тенистер. Абсолютно. Смейстер. Граждане. Позвоночник. Мы видим позвоночник. И надо дорисовать его. Посмотрите, змея сохраняет позвонки почти, да, не почти, а вообще вот этот ряд позвонков начинается от головы и до кончика. Кто говорил, что у змеи два зуба? Это жуча. Это мне... Это неправда. Посмотрите, может быть, у некоторых змей могут быть два больших зуба каких-нибудь. А глаз, дырка для глаза есть? Не закрытая дырка. Вот, дырка. Дырка – это вот. А вот здесь, смотрите, вот такая, вот она. Как полуостров такой. Видите? Пещера такая. Пещера, да. Давайте поработку посмотрим. Опа-на. Садимся передо мной. Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста. Опять. Я постарался нарисовать вам знакомого крокодила. Я только классно нарисовал. Ну, миссисипский аллигата. Да? Миссисипи – это где? Это в Америке. Какая самая любимая книжка про миссисипи? Эм... Деречки рассказывают. Том... Ну, не знаю. Все правильно. Томс Суэр. Все правильно. Там они на миссисипе. Это самое лучшее, одно из самых лучших миссисиписка. Есть серединка, косточка, в которую вставлена косточка вот так вниз. Я увеличу нарисую. И вверх. Это удивительно. До сих пор сейчас, я думаю, многие мебельщики и конструкторы изучают скелеты человеческие. Как одно входит в другое. Потому что придумать вот эти пазы для сочленения бревен, я не знаю, столов, стульев. Это... Лего. Ну, лего. Да, даже принцип лего. Да, дырочков. Вот он, там диклант. Глобо. Опять. Это мы видим, что близок к змее. Да? То есть, опять горизонтально. А я его спутал за большую ящину. Ну, да. С бараном. Главное, когда на миссисипе будешь. Какой максимум руку оттяпает? Максимум руку оттяпает. Вот что значит молодость. Морская корова. Человечество, человечество обнаружило его 200 лет назад. И за 60 лет, такие ребята, как вы, что мы можем его убить, убило всех. И теперь нет ни одного этого животного. Да, нет. Они пришли и говорят, ну, а я убил 100 коров, я убил 10 коров, я убил 1000. Это махтрон. И все. Нет, ну и все. Они просто не боялись зверей, они любили людей, но никогда их не видели. Смысл убивать кого-то. Значит, история заканчивается. Вернемся к проходилу. Ребра ищем. Вы пока рисуйте, я вам покажу. А они несколько частей состоят. Вы заметили, что они тазовые кости. Помните его? А, а это 71-й? Нет. Ребенок, кто с ужасом меня слушает. Пойдемте посмотрим, как птицы. Вот этот скелет Казуар. Ну, Казуар. Вичерс Трай. Вот это что за косточка? Только вы смотрите туда. Это тазовая кость. Да, тазовая. Вот это я обозначил. Она вот такая изогнутая, я ее так нарисую. Дальше вот так, правильно? Ну, чуть-чуть, вот. Там же сзади лютый. Примыкает к тазовым костям. Вась, ты очень большая, то есть давай, чуть-чуть. Я вот так буду рисовать. Ноги. Я напомню, что тело, вот тело, встается сюда. И идет вот эта косточка первая. Она не видна, если бы вы птицу видели. Точно так же, вот как большой палец. У нас виден вот здесь вот, да? А вот здесь косточка. Помните, вы сказали, что их две? Вот этих. Раз, два. Сказали, что их две. Вот здесь три. Раз, два, три. А здесь две, вы сказали. Потому что одна из них скрыт вот здесь под кожей. У большого пальца две. А на саду это здесь еще есть. Колено не видно, оно внутри тела. То есть вот как у нас вот эта третья палата. Получается, что у птицы нет рук. Где руки? У них крылья. И где они? Вот я смотрю. Нет, ты сразу же есть. А где здесь крылья? Во-во-во. А, посмотрите, это не летающие крылья. А она у них тоненькая, в отличие от человеческой. Видите, вот она с первой косточкой. Да, вот от плеча, если мы сгибаем, она идет назад. Л-лопатка, вот. Лопатка, вот она. Потом одна косточка, вот. Сказывается, вот здесь вот еще и лезгиб. Лезгиб? Да. Вызывай, чего ты не читай. А вы знаете, что количество позвонков у всех одинаковое в шее? Да, 7. Я сказал, что 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я был не прав. Это же раз. Шесть, шесть. И у меня шесть позвонков. Семь. Семь. Семь позвонков. Представляете, у нас одинаково с жирафом количество клавишек. Они вытянутые, да. Удивительно. Жарите все позвонков. Нет. Панцирь черепахи. Это ее копейки. Так, это взрослым сейчас отправлю. Ты все знаешь. Представляете, панцирь черепахи – это сросшиеся рюмы. Просто там, где нужна была такая защита, холодная, древняя по-различию шуба. Представляете, господа, вот кто вот это реально? Я уже посетил. Медвежонок. Я правда сказала? Абсолютно точно. Гурый медведь, вот если он встанет на рот, во весь рост, он будет выше меня. То есть это не медвежонок, это просто медведь. Посмотрите. Чтобы в конце вы чуть-чуть посмотрели пошире, мы опять находимся в музее 100-летней давности. Обратите внимание, что галерея присутствует. Там наверняка сейчас, наверное, научные экспонаты. Но обратите внимание, в советское время художники нарисовали довольно интересные виды животных. А как вы думаете, какого они времени? Да, это эволюция. Да, то есть это эволюция. Вот действительно. А значит, вот сначала животные, судя по всему, были все в воде. И потом постепенно вылезали на суше у них, начинали выдвигаться руки, конечности, да. Сначала им надо было, как у крокодила, ползать. И поэтому ноги не сильно развивались с маппом. Ребята, смысл нашего занятия в том, что очень интересно изучать и не убивать. Вот, например, подойдем все-таки попрощаться с животным, которого мы больше никогда не увидим. Потому что человек, как его увидел, так начал убивать его 7 лет. То есть, ну, это, во-первых, человечество только в том, не великий этот взгляд. Мы сегодня были только в одном из трех огромных залов. Добавляю птичку. Добавляю птичку. Добавляю птичку. Добавляю птичку. На площади.